Здравствуйте! Если вам кажется, что вы ничего не успеваете, попробуйте родить троих детей. А еще запустить интересный проект, а лучше два, завести новых друзей, начать бегать и правильно питаться, полюбить йогу, отправиться в путешествие, а наша сегодняшняя героиня именно так и поступает. Как ей это удается? Легко. Вы знаете ее, как маму в кубе. Я же предлагаю вам познакомиться с Викторией Фольковской, основателем и руководителем проекта «Мамон Кьюб». Вика, привет! Привет, Катя! Виктория Фольковская, основатель и руководитель проекта «Мамон Кьюб». Возраст 30 лет. Место рождения – Одесса. Образование. Одесская национальная юридическая академия. Факультет международных отношений и государственного управления. Знания иностранных языков. Английский. Хобби. Спорт. Главное достижение. Дети. Любимая книга. Я книголюб. Девиз по жизни. Соревнуйся только с собой. Детская мечта. Работать на телевидении. Ты сейчас очень успешный руководитель двух интереснейших проектов. Маленький клуб, это такой хелси-бар, это твоя мечта и большой клуб, который ты не так давно открыла в самом центре города. А давай вспомним, с чего все начиналось. Все началось, конечно, задолго до того, как появились проекты. В лет с 18 я начала увлекаться, изучать, как раз уже более сознательно подходить к питанию и к здоровью. Три года назад у меня было какое-то впервые в жизни такое апатичное состояние зимой. Я помню, это был февраль. И никогда раньше с этим до этого не сталкивалась. Я натолкнулась у Юлии Высоцкой в книге про детокс. Притом это для меня было совершенно новое какое-то слово. Насколько я помню, что именно с темы детокса или детокса началась твоя активная деятельность в Инстаграме. Да, и так получилось, что тогда, когда я это сделала, я не очень активна была пользователем в Инстаграме. Я об этом написала. Потому что какая-то часть меня читала, и я решила написать о том, что я его провела. И на меня была подписана девочка из Германии, у которой на тот момент... У меня было, наверное, 100 подписчиков, у нее полторы тысячи. Это казалось, что это колоссальная цифра. Она мне написала, попросила ей помочь в составлении. Потому что до детокса, до того, как я начала это делать, я активно увлекалась юрведой. Поэтому у меня уже был какой-то багаж знаний. Она просто тебе написала и попросила помочь разработать программу. Мы сначала общались просто в Инстаграме, потом перешли уже на электронную почту. Я даже с ней никогда не разговаривала. Потому что на сегодняшний день я считаю ее подругой. То есть мы в хорошем, очень эмоциональном хорошем контакте. После нее подключились уже другие девочки. Попросили меня составить им программу. И мы сделали общий вот этот хэштег, который «Привет Детекс» называется, под которым я начала писать. Я составляла программу, руководствуясь не только вопросами питания, но еще и юрведическими принципами. А там очень важно учитывать, какой сезон и, в общем-то, что происходит в атмосфере. Потому что это очень влияет на процессы у нас внутри организма. Под этим хэштегом «Привет Детекс» одновременно участие принимали где-то 200-300 человек. Это была абсолютно моя такая социальная, благотворительная деятельность. Я огромное удовольствие получала от этого фидбэка, хотя, конечно, выпадала из жизни. Ты для разных людей составляла абсолютно индивидуальные программы. Я делала общий универсальный курс, но всегда писала о том, что если есть какие-то особенности, вы напишите мне отдельно. Ну, как обычно, все происходит как-то случайно, хотя, наверное, нет случайности. Как обычно, ты стала на волну, да, у меня есть свое выражение? Да, я недавно как раз думала об этом, про волну, что я зимой пыталась встать на серф в Индии, и у меня это очень сложно получалось. Наверное, я проделала какую-то работу, что я на нее встала. Расскажи, что такое бонбончики, вот эти конфетки, что это, из чего они? Бонбончики – это полезные конфеты, которые делаются без сахара, без яиц, без муки, на основе сухофруктов, орехов, семечек, цветков. Мы добавляем разные добавки, ну, вот, там, последние коллекции у нас есть и с сыром дурблю. То есть мы всячески стараемся разнообразить этот вкус для того, чтобы это полезное было вкусным. Ну, началось все с твоей кухни, да? Началось, конечно, все дома. Ты просто решила детям делать вот такие полезные конфеты? Я решила делать им делать, да, полезные конфеты. Мы вместе их придумывали, экспериментировали, и, в общем-то, они у нас там потом хранились, и мы их ели, и это была конфета. Да, это же интереснее, чем просто съесть финих или черношу. Хотя, в общем-то, конечно, состав, он очень похож. Моя младшая дочка, она придумала название бонбончики, потому что ей они похожи, они кругленькие, как бонбончики на шапке. Но на самом деле много же вариантов, можно бомбончик, помпончик. Она сказала бонбончики, и так, в общем-то, это название и прижилось. Привет! Мы будем сегодня делать конфеты мамины. Они называются бонбоны, потому что на шапках есть тоже бонбончики, поэтому я это придумала. Более того, потом мы уже узнали, что бонбон по-французски конфета, поэтому, опять же, это про вот это вот неслучайное такое совпадение. Я повезла их на уличную еду, и где-то 10 фестивалей. За трое суток до этого я безостановочно делала эти конфеты, полностью все сама, и это было по тысяче конфет. Страшно было открывать маленький куб в феврале 2015 года, да? Да, это было очень страшно, при том решение о его открытии я приняла в один день, на следующий день нашла помещение. За один день? Да. Я захотела, на следующий день нашла помещение. Дальше было сложнее, конечно, потому что мы подписали договор аренды, начали ремонт, и мы уехали с семьей на месяц в Индию. Ремонт Велла текущий продолжался, и, если честно, я понимаю, что я его у вас где-то так даже специально оттягивала, потому что вот этот момент открытия очень страшный. Мы вернулись в конце января, и в феврале мы открылись в конце тестовом режиме. Официально открытие у нас было 4 марта. И я, конечно, очень благодарна просто то, как Одесса приняла, и количество людей, которые к нам с первого дня пришли. И у нас с первого дня был успешный проект, ни дня не было. То есть мы вышли в какой-то плюс, рентабельность сразу. Я изучила все досконально, да, и вот то, с чего мы начали, бонбончики, соки, смузи и кофе, это наши такие три якоря, на которых мы вообще работаем. Конечно, мышцы уже намного больше развились, но я начала с хорошего, правильно сразу. У нас соковыжималка, соки холодного отжима, это совершенно другое вообще качество. И кофемашина, насколько я знаю, да? Да, первая кофемашина, эксклюзивная кофемашина, она леверная, это намного сложнее работы ее, чем обычно автоматическая. Она заказана была из Лондона, привезена оттуда, там же она собралась. А во второй куб, там вообще у нас, опять же, очередная волшебная история по поводу кофемашины. Я занималась запуском Инвока-кафе, который на Екатеринске, да, в концепт-сторе. Но это не твой проект? Это не мой проект, но я выступала как консультант, помогала им с самого начала и до того, как он заработал полностью в автономном режиме. Кофемашину, естественно, заказывала я, выбирала. Мне прислали прайс, там была одна кофемашина, красная, красивая вообще. Я две недели думала про нее и спала, просыпалась с этой мыслью. Но она, конечно, стоила все деньги, которые у меня были скоплены. Когда наступил момент заказа машину в Инвок, я, говорю, добавляю тебе красную, ту красавицу. Решилась. Да, я решилась. То есть троих деток Инвока, маленького куба тебе было недостаточно. Ты решила еще один большой проект. Человеку свойственно всегда, ты достигаешь чего-то и хочется еще больше. И этот как раз такой очень тонкий лед, потому что это про здесь и сейчас. Когда ты постоянно к чему-то стремишься, очень важно уметь ценить то, что у тебя есть сейчас. И это то, что я в себе воспитываю сейчас каждый день. Я читаю тебя в Инстаграме, в Фейсбуке. Ты очень много говоришь о честности, о том, что ты честна с собой, о том, что надо быть честными со своими детьми. Ты даже конфету называешь честный грильяш. Скажи, пожалуйста, тебя обманывали в жизни или просто это является твоим приоритетом? Меня воспитывали в таких правилах честности, но я только в 28 лет, опять же, в 28 лет поняла, о какой честности вообще стоит говорить. И когда я поняла, что, в общем-то, совершенно не важно, как ты проявляешься в глазах других людей, самое главное быть с собой честной. Я перестала хотеть нравиться другим. И я сказала, что я хочу это делать. И понятно, что когда у тебя трое маленьких детей, и, в общем-то, повышенное чувство ответственности, и желание быть супер-мамой, оно сталкивается с тем, что ты хочешь реализовать саму себя. Я себе честно сказала, что я хочу. Тебе это нравится. И я готова к осуждению и к тому, что меня не поддержат. А, естественно, что меня не поддерживали, потому что это ломало вообще все то, к чему я до этого пришла. Но тогда я стала счастлива, тогда я нашла себя, тогда вообще я открыла и поняла, что вот это мое. Потому что картинка, моя мама, у нее тоже трое детей, и они с папой 34 года, 33 года женаты. Для меня это был пример бессознательный и сознательный. Ты мечтала, да, о такой семье? Конечно, я мечтала о такой семье, и мне хотелось обязательно пораньше выйти замуж. Моя мечта сбылась. Просто вопрос в другом, что я достигла того, что я хотела, и поняла, что оказывается я хочу что-то еще. А супруг не поддержал твое желание развиваться дальше? Он меня поддержал, и он всячески словесно меня поддерживал, потому что ему идея из реализованной жены тоже очень нравилась. Но на деле оказалось немножко по-другому. Мы оба очень изменились. Он увлекся, у него свое появилось увлечение, которое не совсем ввязалось с моим представлением о том, как бы я хотела. У меня появилось свое, мы просто естественным образом закончили. Мы в какой-то момент, мы в очень хороших отношениях, в какой-то момент мы поняли, что все, что мы могли друг другу дать, мы уже дали. И для того, чтобы мы продолжали вести какую-то счастливую жизнь, нам надо друг друга отпустить. Давай о детках чуть-чуть твоих поговорим. Сколько им лет? Старшей дочке Кате 8 лет, Саше 6, Эрику скоро будет 5. У них разница меньше, чем 2 года. Это хорошая разница. Они все могут дружить. Они, конечно, дружат, они друг друга, и я надеюсь, что они друг друга любят. Для меня самое большое, когда я вижу, что они отстаивают свою позицию. Когда они в какие-то трудности и сложности переживают с легкостью и с какой-то иронией. Я понимаю, что, конечно, в этом есть моя заслуга. Наверное, на 50%. И 50% нам очень повезло с их папой, что у нас такие родились дети. Они – это то, что каждый день меня мотивирует. С них все и началось. И даже тот же «Мама в кубе» и «Мама в кубе» – это всегда, это все, что связано с ними. Они полноценная часть проекта. Они со мной очень много времени проводят на работе. Я их стараюсь приучать немного к труду, такому, который я люблю. И они могут, если они приходят, действительно мне делают конфеты и помогают что-то. Я им плачу зарплату. Если вот они снимались в проекте тоже, они, конечно, какие-то небольшие гонорары. Робуста вредны, а репика полезны. Если напиться много робуста, то может стать очень плохо. Какой-то раз я напилась робуста. Лучше я вам не буду это рассказывать. Давайте я вам приготовлю кубичину. Если что-то им надо, и если они говорят, я хочу что-то купить, я говорю, что для этого надо. Для этого надо работать, и, в общем-то, они, конечно, к этому готовы. Мы берем массу конфеток, делаем клинчик и ловим туда ягодку. Вик, хочу тебя поблагодарить за беседу и сказать спасибо большое за то, что ты настолько легко и красиво ломаешь стереотипы. За то, что ты своим примером доказываешь, что можно быть мамой троих деток и при этом оставаться успешной, счастливой, востребованной и реализованной. За то, что ты доказываешь, что полезные и вкусные сладости совершенно не вредят фигуре и очень хороши для нашего здоровья. И спасибо за то, что ты доказываешь, что если не бояться плыть против течения, соответствуя чьим-то ожиданиям, а делать исключительно то, что нравится и от чего получаешь удовольствие, можно добиться очень большого успеха. Я желаю тебе и всем твоим проектам успеха. И пусть все твои мечты сбудутся, потому что ты заслуживаешь этого счастья. Спасибо, Катя. Спасибо.